Утром под стенами обладминистрации свободовцы протестуют против одиозных законов, принятых 16 января. Призывают власть взять на себя ответственность за кровавые события в Киеве и смерть активистов. А местных депутатов просят не идти по стопам Луганского облсовета и не голосовать за обращение к президенту с требованием ввести чрезвычайное положение. На сессии звучат обратные обвинения. Именно оппозицию винят в погромах и противостоянии активистов в бардаке, а жители западных регионов в расколе Украины. Все больше и больше в этой ситуации вспоминаю Евгения Петровича Кушнарева, великого политика, патриота Украины, который, призывая к единству нашего государства, неоднократно высказывал свое видение о федеративном устройстве Украины в дальнейшем. Может быть, это время наступило? Вопрос о введении чрезвычайного положения в повестку дня не ставится. Депутаты ограничились осуждением действий на Майдане и призвали к очередным переговорам. Такая же радикальная позиция, которую сегодня демонстрирует ряд оппозиционных политик и людей, призванных ими, есть такая же радикальная позиция, может быть, жестче, на востоке Украины и на юге Украины и в центральной части. Поэтому, если мы сегодня соединим два радикализма, то мы ввергнем страну в гражданскую войну, в революцию. И ни слова о массовом расстреле мирных граждан, о пострадавших журналистах, о погибших активистах в Киеве. Хотя минуту молчания на сессии объявили, почтили память умершего коллеги Анатолия Криворучко. Не было ни единого упоминания о погибших на Грушевского и на расширенном заседании Совета национального конгресса местного самоуправления Украины, который начался в том же зале, несколькими часами позже. Практически те же лица, разбавленные делегатами из других областей страны, дружно поздравляли друг друга с Днём Соборности. Настроение у всех исключительно праздничное. Первый вопрос на повестке дня – политическая ситуация в стране. Хочется, чтобы сегодняшнее наше зебрание было холодным душем для горячих голев и для тех, кто сегодня штовхает людей на противоправные действия. Хочется, чтобы сегодняшнее наше зебрание было почутое в разных куточках нашей страны, потому что сегодня представлены представители органов местного самоуправления как сходу, так и с заходу, как с пивночей, так и с пивдня. Снова звучали призывы сесть за стол переговоров и начать диалог, как того хочет гарант Конституции Украины. Для радикальных заявлений с призывами ввести чрезвычайное положение в Украине, как это прогнозировали накануне в ряде СМИ, дело тоже не доходит. Участники, как и раньше, на сессии всего лишь осудили противозаконные акции и провокации. До политических и громадских лидеров с проханием сесть за стил переговоров задля вырешения жизненно важных вопросов развития государства. Все противоправные и насильственные действия должны быть негайно прекратены. Разве что городской голова Харькова Геннадий Кернес вносит предложение о поправке в проект обращения, дать оценку законов, которые были приняты Верховной Радой 16 января. Он считает, что депутаты, проголосовавшие за них, работали в чрезвычайных условиях и их надо поддержать. Отсиживаться в своих властных кабинетах, я скажу конкретно за себя, это не для меня. Я считаю, что мы должны передать эстафету из города в город и поддержать друг друга, и поддержать президента Украины Виктора Федоровича Януковича, правительства во главе с Николаем Яновичем Мазаровым, и тех депутатов, которые также работают в тех условиях, которые сегодня не являются условиями особенными. Это условия чрезвычайные, это условия такие, знаете, как на войне. Но члены Совета, выслушав предложение Кернеса, проголосовали за то, чтобы еще подумать и поработать над документом. Татьяна Датяк, Наталья Белокудря, Андрей Радич, Андрей Домовой, Агентство телевидения новости.